На портал XGET все приходит и приходят вопросы, а мы пытаемся, рассуждая, приобрести и для себя пользу, и для вас, дорогие пользователи портала XGET. Вот какой вопрос. Что значит быть слишком гордым, иметь слишком гордыню, за которую Бог наказывает? Как понять, где эта гордыня слишком и не слишком? Ну, совсем уж тряпкой в нашем мире не прожить. Действительно, оценочные категории, слишком, не слишком, много, мало, большая часть, меньшая часть, которую мы все слышим и слышим для того, чтобы подчеркнуть какие-либо свои изречения слова, они за собой вообще не носят ничего. Невозможно быть чуть-чуть праведным или слишком праведным. Также невозможно быть слишком гордым или чуть-чуть гордым. Если человек нарушает закон, он повинен, одну заповедь, то он повинен во всем законе, говорит нам Священное Писание. Поэтому, говоря слишком, не слишком, мы не понимаем, что это такое. Давайте попробуем сначала разобраться, что же такое гордыня. В Священном Писании, в книге «Притчи» мы с вами читаем следующую вещь о именно гордых людях, о которых, причем эту цитату потом будет повторять первый Иерусалимский архиерей, брат Господень Иаков, в своем послании мы прочитаем. И вот, что в книге «Притчи» третьей главы мы с вами читаем уже в конце главы. «Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых он благословляет. Если над кощунниками он посмевается, то смиренным дает благодать. Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие». Но потом апостол Иаков скажет следующее. «Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Кто же такие гордецы и почему Бог им противится? Мы, читая Священное Писание, с вами замечаем поразительную вещь, что Ветхий Завет, Новый Завет. Завет с кем? Человека с Богом. И завет уж больно какой-то странный, если сказать очень мягко. Мы привыкли, что заветы, то есть договоры между людьми, между организациями, заключаются такими, чтобы приобрести себе какую-то выгоду, чтобы тебя не облапошили, чтобы ты был гарантирован от каких-то, в общем-то, потерь и тому подобное. Но завет с Богом, между Богом и человеком, он совершенно другой. Там есть только один благополучатель – это человек. Ничего из этого завета Бог не приобретает для себя. Если мы посмотрим на любую заповедь книг Ветхого и Нового Завета, если мы посмотрим на любой стих этого Завета, то есть этого документа между Богом и человеком, по результату которого человек приобретает жизнь вечную, то мы обязательно придем к этому выводу, что Бог в этом договоре не является благоприобретателем, а благоприобретатель – только человек. И на протяжении всего договора Бог пытается из человека сделать счастливым человеком. Бог пытается его наделить радостью. Бог пытается ему даровать жизнь, которая была бы для него, ну, не побоюсь этого слова, легкой. То есть он бы не имел бы того груза жизненных обстоятельств, которые приводили бы человека в уныние. Бог от всего, от этого ограждает человека через свой, в общем-то, завет. Но человек не такое простое существо, как нам может, в общем-то, показаться с первого раза. Он не только, в общем-то, потребитель содержимого холодильника, он не только, в общем-то, потребитель положительной или адреналиновой какой-либо информации, и он не только, в общем-то, человек, который себе на уме. Человек еще, оказывается, и очень эгоистичное существо. И вот этот эгоизм, он и проявляется в этом мире гордыней. Причем гордыня, она может быть скрытая, о которой говорит Иоанн Лествичник в своей замечательной книге «Лествица», когда он приводит в пример молодого монаха, который стяжал внешне необычайное смирение. Его укоряют, а он, в общем-то, не отвечает. И, подойдя к этому монаху, Иоанн Лествичник вдруг спрашивает, «Брат, ты молод, научи, как ты такое безмолвие, бесстрастие в себе стяжал? Тебя укоряют, ты не отвечаешь, тебя шпинают, ты, в общем-то, не злопамятен». И услышал Иоанн Лествичник страшные, наверное, слова. «А что мне обижаться на этих псов?» То есть человек давным-давно низвел своих братьев по монастырю в разряд тех животных, которыми он должен, в общем-то, покровительствовать и ни в коем случае, в общем-то, не обижаться. Чесать за ухом, может быть, кормить, в общем-то, и выгуливать, когда тем необходимо. Так, в общем-то, наверное, и относился этот молодой собрак к этим людям, проявляя гордыню. Гордыня может быть и внешне, когда человек внешне уничижает, презирает, осуждает другого человека. Это проявление гордыни, когда человек превозносится над другим и всячески показывает другим, что он лучше. Или для того, чтобы стать лучше, он вдруг замечает какие-то совершенно незначительные неправости своих ближних и подчеркивает, это только для того, чтобы потешить свое самолюбие. Естественно, таким людям Бог будет противиться. Как тяжело отцу наблюдать, что его дети друг с другом враждуют. Как тяжело отцу наблюдать, когда один ребенок унижает другого ребенка. Как тяжело наблюдать отцу за детьми, которые не могут, в общем-то, друг другу уступить. Все делает отец и показывает, и рассказывает, как это просто достать из кармана конфетку и отдать другому. И как это просто, в общем-то, быть человеком любящим, когда другой, в общем-то, радуется. И в любой семье отец этому научает своих детей. И вот здесь, естественно, отец и наблюдает за своими детьми. Наблюдая за своими детьми, он замечает, что, о, а вот этот начинает поступать так, как я ему говорил. Что будет? Будет благословение на этом ребенке. Отец, естественно, поддержит его во многих-многих, в общем-то, начинаниях. В многодетной семье очень легко смотреть то, как... Многодетная семья — это такой маленький космос, маленький мир, то, где мы с вами живем. Любая мама, любой отец скажет, что если наши дети не были бы похожи на нас по характеру, внешне и так далее, мы могли бы сказать, что наших детей нам подкинули в роддоме. Потому что все они разные, все они не похожи друг на друга, и только какими-то отдельными чертами они похожи на своих, в общем-то, родителей, которые совершенно не пересекаются, эти черты в характере, во внешности других, в общем-то, детей. И все дети по-разному имеют взаимоотношения, отношения друг к другу. И вот мы можем с вами наблюдать, что в одной и той же семье многодетной одного ребенка надо тащить за руку, и вместе с ним по жизни так родители, в общем-то, и тащат его за руку чуть ли не до самой пенсии ребенка. А другой посмотрел и решил, нет, я хочу быть свободным от родителей. А для того, чтобы быть свободным от родителей, надо быть послушным родителю, чтобы они ему доверяли, то есть благословляли на все его дела. Поэтому он со школьной скамьи приучается быть самостоятельным. Он прибегает, делает хорошо уроки, родители раз провели, да, сделано, на следующий день пять получил, на второй день то же самое, на третий день, через месяц то же самое, и постепенно закрадывается во взаимоотношении с таким ребенком доверие к этому ребенку. И он уже, ребенок, самостоятельно живет по этой жизни, естественно, под наблюдением родителей. Родители на него смотрят, как он питается, какие у него интересы и там подобное, но по большей части такому ребенку доверяют. А тот, который все время упирается, которого приходится тащить, естественно, такому ребенку мало со стороны родителя доверия, но тоже очень много любви. Мы знаем, что кто больше требует внимания, тот больше его и получает этого внимания. Но, правда, не всегда, точнее, вот мы опять к оценочным категориям переходим, и могу сказать, чаще всего это внимание со стороны родителей. Ребенок не оценивает, не любит, не хочет, в общем-то, его воспринимать, и кажется ему, что здесь происходит насилие. Точно так же происходит и во взаимоотношении Бога и человека. Чем больше человек противится завету Бога и человека, тем больше внимания Господь уделяет этому человеку, и тем больше возмущения у человека происходит, что Бог его заставляет, Бог его понуждает, Бог его ставит в такие рамки, в которые он вынужден быть хорошим человеком и никуда от этого не деться. «Я бы так бы не поступил», — говорит такой человек. И это, в общем-то, противление Богу. И есть, по большей части, гордость. Точнее, это зачаток гордости, а результат гордости — это мифологическое состояние человека, когда ему кажется, что он лучше кого-то, что он может что-то в этой жизни, что он имеет какой-то вес, значимость и тому подобное. Но посмотрите, сколько людей жило в этом мире, о каком количестве история сохранила память. В общем-то, о немногих. Будем надеяться, что она с вами, история сохранит память. Но дай Бог, чтобы эта память была не такая, и Растратова, а была, в общем-то, добрая, добродетельная память. Ну, к примеру, как о Серафиме Саровском или о Серге Радонежском. В остальном, в общем-то, лучше, чтобы нас не вспоминали. И не будем к этому даже и стремиться, чтобы память была о нас с вами. На протяжении многих лет вы читаете Священное Писание. Вы его хорошо знаете. Может быть, вы только один раз прочитали Священное Писание и уже считаете, что вы его хорошо знаете. Портал XGET приглашает вас проверить эти знания в своей викторине по Новому Завету, которая подготовила именно для вас вопросы, чтобы вы оценили свое знание Священного Писания. Две с половиной тысячи вопросов по Новому Завету. Те вопросы, которые построены именно на текстах Нового Завета, которые откроют вам глубину Нового Завета и глубину ваших знаний. Заходите, спрашивайте себя, отвечайте, получайте результат, и вы увидите, что вы хорошо знаете Новый Завет. А после прохождения викторины еще лучше будете в нем ориентироваться, разбираться и познавать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.